Всем привет! Сегодня будет история от подписчицы. Давайте зачитаю письмо, а потом его разберем, пообщаемся. Чуть более года являюсь подписчиком вашего канала. Спасибо за ваши труды. С недавних пор интересуюсь жизнью в Турции, а ваши видео на психологические темы все вне всякой конкуренции и ситуации интересные, рекомендации действенные. Не думала, что я сама решусь написать свою историю и попросить вашего совета. Моя история с турецким мужчиной получилась немного с привкусом коронавируса. Мне 44 года. Внешними данными, умственными способностями, слава богу, не обделена. Моя жизнь достаточно обустроена. Квартира, машина, работа на руководящей должности. Как говорится, все при мне. Но парадокс на работе я оказалась более успешна, чем в личной жизни. На данный момент я в разводе воспитываю дочку 8,5 лет. По факту с мужем не вижусь, не живу с ним с 2013, но развод оформила только в 2019 году. Причина развода – нежелание мужчины работать, обеспечивать семью. Вроде и работал, а денег-то особо и не было. Так было всегда. Поженились мы в 2005. Я в основном сама тянула свою семью, думала, с рождением ребенка все изменится. Как бы не так, после рождения дочери он еще и работу потерял. На меня деньги все время жалел. Когда я увидела по отношению к ребенку такую же историю, я прозрела и решила прекратить такие отношения, о чем совершенно-то не жалею. Так спокойнее и лишний рот кормить не надо. Тяжело было, конечно, казаться одной, когда ребенку 2,5 года уставала сильно, но не сдавалась. На личную жизнь не было ни сил, ни желания. Так вот, весной 2019 года мне захотелось перемен, захотелось почувствовать себя женщиной. Наверное, наконец-то выспалась. Захотелось комплиментов, внимания. Одним словом, я зарегистрировалась на сайте знакомств. Не сказать, чтобы уверила в успешность данного мероприятия. Найти из миллиона Г бриллиант задачка, конечно, невыполнимая, но была не прочь. Как-то подстебаться над мужчинами, получить энергию, подпитку, своей женственности, привлекательности. Сразу после регистрации на сайте посыпались бесчисленные кандидаты, ухажеры со всех стран. Астрию, Америку и Японию я сразу отметала. Ну уж очень от меня это далеко. Очень много было мужчин из Европы, ну и Турция, конечно. С кем-то начала переписываться и почти сразу встретила своего любимого. Он из Турции, он бизнесмен из Анталии, его зовут Умут и в разводе на год младше меня. Так же, как у меня и у него один ребенок и сын чуть младше моей дочери. Мне сразу было с ним легко, приятно общаться, не то что с другими. Мы, короче говоря, оказались сразу на одной волне. Через 4 часа после знакомства мы перешли на общение в WhatsApp и по обоюдному желанию закрыли свои аккаунты на сайте знакомства. Это было чудное время узнавать друг друга. Мечты, надежды, влюбленности. Это было начало мая 19-го. Тогда-то я и подала документы на развод, потому что планы у нас оказались серьезными. И в конце июня мы решили встретиться. Вот вы правильно, Галина, говорите, что не нужно откладывать реальную встречу надолго. Если мужчина хочет, он сделает все, чтобы поскорее увидеться. Кто покупает билеты, даже не обсуждается. Нормальный мужчина сам скажет, позволь мне, пожалуйста, купить для тебя билеты. На какие числа тебе удобно? Тогда же я и стала учить турецкий язык, поскольку нам очень хотелось поговорить на одном языке. А вместо местом жительства мы выбрали Турцию. Наша первая встреча в Анталии прошла великолепно. Даже вспоминать смешно, как я последний покидала самолет. Настолько волновалась, переживала, что мы не понравились друг другу приличной встречи. Но все оказалось напрасно. Наши глаза встретились, и мы оба поняли, что не ошиблись друг в друге. Он очень тепло меня встречал. Вот тебе ключи от дома, мой дом, твой дом, вот тебе ключи от машины, цветы, подарки. Одним словом, весь спектр эмоций влюбленного человека. Я действительно чувствовала себя у него как дома, нашего с ним дома. Две недели пролетели просто незаметно. Я приезжала в Анталию несколько раз, с периодичностью примерно раз в два месяца. Последний раз я там была накануне Нового года. Он знакомил меня с друзьями, своими родными. Мы путешествовали, наслаждались обществом друг друга. Также он оформил визу в Россию, планируя приехать посмотреть на русскую зиму, мой дом и познакомиться с моей дочерью. Конечно, у нас вообще не существовал некоторый языковой барьер, но мы его решили. Я практически языка, я практиковала язык, а все, что было непонятно, на словах заменяли наши эмоции и взгляды. Первый непонятный звоночек я получила в январе месяце. Связано это было с его проблемами в бизнесе. У него магазин для туристов, текстиль одежда, в одном из лакшери отелей Белека. По окончании туристического сезона, в декабре месяце, с ним расторгул контракт. И на следующий сезон это было для него неожиданностью. Но он тут же стал искать варианты с арендой в других отелях. Это оказалось непросто, поскольку все подходящие места оказались заняты. Через полмесяца поисков он стал впадать в депрессию. Он привык много работать, а тут оказался без дела. Очевидно, на фоне проблем с бизнесом он перестал общаться и со мной. Не отвечал на звонки, на мои сообщения. Я интересовалась, как у него дела, чем он занят. Но он лишь изредка сообщал, что очень скучает, любит меня. Также я подозреваю, что в тот период в его жизни присутствовал алкоголь. Эти я выводы делаю, потому что он странным ночным аудио, всякими видеофайлами, которые он мне присылал. На контакты со мной он по-прежнему не шел. Но я чувствовала, что он думает обо мне. Я понимаю, что финансовые проблемы для мужчин это серьезные проблемы. Как говорится, сначала работа, потом жена. Ну ладно, как говорится, неделю-две попереживал, попил даже, я это допускаю. А потом-то пора возвращаться к реальности. На общение он вышел только через месяц. Это был видеозвонок. Я увидела в его глазах боль, усталость от проблемы, огромную любовь. На вопрос, почему его так долго не было, он сказал, что не оправдал мои ожидания. Что он не может сейчас жениться на мне. Мы уже начали с ним обсуждать эти вопросы. На вопрос о том, хочет ли он со мной расстаться, сказал, что ни в коем случае. Но ему очень жаль, что он оказался для меня проблемным человеком, не способным оправдать мои ожидания. Говорили мы много и долго. Обсуждали его финансовую ситуацию, наши отношения, мое отчаяние, найти с ним контакт. Он сказал, что у него так бывает временами. Он никого не хочет видеть, слышать, и ему нужно побыть одному. Для меня это, конечно, немного за гранью разумного. Если у меня все плохо, я иду туда, где меня любят. Я иду в семью, а он от семьи. Это, скажем так, остановлюсь, да? Такое бывает. Это определенный психотип человека. Мужчины очень многие закрываются, не идут на контакт. Это книжка «Мужчина с Марса, женщина с Венеры» – это вообще бестселлер. Все сразу знают ее, многие читали. Это можете почитать, понять реакцию мужчин. Но это еще и привычка его научения семьи из детства. Скорее всего, у него не было доверия с родителями. Ему некому было доверять. Как вы говорите, я иду в семью делиться. И его в семье не принимали. И плюс еще вот эта фраза «Я не оправдал твои надежды», «Я для тебя проблемный». То есть для родителей, для близких, для семьи он не хотел быть проблемным. Он должен был быть… Родители воспитывали его идеальным. Скорее всего, его где-то сравнивали. И он оправдание надежд, быть проблемным. Это все вот эти, скажем так, обидки либо на предыдущую жену, либо на своих родителей. Это все оттуда идет. Это у человека такая, скажем так, психика, его закалка. И он всю жизнь хочет быть беспроблемным, идеальным. Он очень плохо, трудно переживает какие-то неудачи в жизни. Кто-то более позитивный легко перескакивает, погрустит. Там еще что-то, как вы сказали, две недельки бы попил, я бы это поняла, погрустил. Но он на месяц, он еще так экзистенально вовнутрь в себя уходит, копается. Еще в депрессняк впадает, проще говоря. Поэтому у него такое поведение, такая реакция на проблему. Потому что самое главное у него здесь, я вижу как психолог, что оправдать надежды. То есть это неуверенность в себе, поэтому он вас, скажем так, предостерегает, не хочет быть проблемным и все прочее. Отношения снова стали налаживаться. У меня пропал страх, который попросился ранее, его потерять. Он обещал, что больше не исчезнет из моей жизни. Он по-прежнему искал место под свой магазин, чтобы открыть новый сезон. В Анталии стартует прямо с апреля. На 14 февраля он не решил сделать подарок. Устроил нам свидание, купил билеты, пригласил меня в Анталию. Мы планировали поехать знакомиться с его родителями. Они живут в Мерсине. Они знают обо мне, но пока он меня не представлял им. Мне хотелось подтянуть свои знания турецкого, чтобы как-то общаться с ними. Мой работодатель попросил отложить поездку на 2-3 недели. Я работаю в аудиторской компании. В это время у нас высокий сезон, очень много работы. Начало марта, время ехать. И тут мы понимаем, что начинается мировая шумиха из-за коронавируса. Закрыли Турцию, потом Россию. Анталия – город туристический. Там все связано на туристах. И нет туристов, нет денег. К концу марта, когда стало понятно, что коронавирус – это серьезно, надолго. У него происходит новый срыв. Он опять замыкается в себе. Причем он даже предупреждает меня об этом. Говорит, что психологически у него сложный период. Много проблем. Он безработный, долги. И он какое-то время не хочет вообще с кем-то общаться. Вот так просто, понимаете? Как говорится, не лезь, старуха, я в печали. А что это? Как на это реагировать? Я к этому, казалось, совсем не готова. Я не сталкивалась с таким в жизни. Я теряюсь в том, как это воспринимать, как предательство или как равнодушие ко мне. Он ведь должен понимать, что за его спиной я и мне тоже нелегко. Это просто не передать, как я чувствовала себя. Мне было бесконечно обидно, обидно, непонятно. Как так можно поступать? Он как бы и не бросает, а просто исчезает из твоей жизни. Во второй раз его умолчание прервалось моим… Так, здесь я остановлюсь сейчас, потому что письмо долгое, чтобы я потом не забыла. Здесь я сразу вам скажу, да, вам непонятно, вот я когда этого объясняла, его позиция избегания, его именно схема решения каких-то конфликтов. Он бежит, он прячется в кусты. Поэтому он избегает людей, потому что он склонен к депрессивным настроениям, самокопанием, бичеванием, издевательством себя. Такой мазохист немножко. И чтобы вас как-то не затрагивать все прочее, он просто избегает, он прерывает социальные какие-то контакты и связи. Вам непонятно тем, что вы просто раньше не встречались с такой позицией избегания в человеке, но вам звоночек на будущее, у вас с ним все будет нормально. Он всегда при проблемах, он будет о проблемах молчать, не говорить. Нет денег, он будет влазить в долги, но вы будете жить, например, шикарно, чтобы не оправдать ваши надежды, желания и все прочее, уровень жизни. На самом деле он может быть в долгах, как в шелках, и это не признавайте. Короче, это избегание. Ему очень трудно видеться с проблемой в лицо, решать проблему. Ему проще убежать, спрятаться и, дай бог, проблема сама собой решится. Вот это его психотип, знайте, какой это человек. И решайте, подходит вам такой мужчина или нет, по жизни вам тяжело с таким будет. Во второй раз его умолчание прервалось моим сообщением о том, что я попала в автомобильную аварию. Впервые со мной такое, конечно, случилось. Я шортнула парше на парковке, пока ждала водителя пострадавшей машины, аварийка комиссара, написала ему. Я была просто в панике, понимая, что он далеко и, по сути, ничем не может мне помочь, но, тем не менее, руки сами написали ему. Он тоже ответил, позвонил по видеосвязи, убедился, что я физически не пострадала, осмотрел повреждения машин, он реально очень успокоил меня, за что я ему очень благодарен. После этого наше общение снова восстановилось. Но мой вопрос, в чем дело, почему исчез? Он попросил меня не задавать слишком много вопросов. Знаете, потому что он сам вам объяснить этого не может, потому что если он будет признавать, я трус, я сбежал, у меня позиция избегания, он этого тоже признать вам не может сказать. Поэтому он говорит, не задавая вопросов, я не хочу на них отвечать, потому что я трус, и поэтому я убежал. В своем эмоциональном состоянии он объясняет финансовыми проблемами, беспокойством о будущем. Совершенно верно. Коронавирус продолжается. Сейчас у него третья волна такого состояния, когда он ушел от общения. Длится это уже третью неделю. Со своей стороны я не надоедаю ему расспросами, напоминания о том, что я безумно скучаю, но если что-то значимое происходит в моей жизни, его жизни, даю ему знать. К примеру, на днях поздравила его с днем рождения сына, а в ответ тишина. Тем не менее, я даю ему знать, что по-прежнему важный человек для меня, что я нуждаюсь в нем и в его любви. Но, блин, как-то надоело наталкиваться на тишину. Гарина, подскажите, пожалуйста, это лечится? Или наши отношения безнадежно больны? Помогите, пожалуйста, разобраться в психологии в таких состояниях. Я так понимаю, что это касается не только меня, но и его друзей, родных. Родных он тоже может не видеть и также общаться в такой же форме. Родители у него в большом приоритете, конечно. Я так устала от этого, но почему-то внутренне я думаю, что это не конец нашей любви, а какой-то его кризис, либо какой-то кризис у нас вместе. Он особо ничего не объясняет, считает, что сам должен решать свои проблемы. На данный момент торговля в Анталии невозможна. Инвестирует деньги в ценные бумаги на фондовой бирже. А может быть, его тяготит ответственность, связанная с нашим будущим, а тут я раз и сама соскочу с отношений. Приемы психологического воздействия, связанные с ревностью, я не использую, считаю их запрещенными правильно. Я так запуталась, но одно я знаю точно. Молчание – очень извращенная форма насилия над партнером. Возможно, нам просто нужен психолог для нас двоих. Что скажете, глядя на все это со стороны? Обсудите, пожалуйста, мое письмо в вашей рубрике на психологические темы, и я бы хотела получить вашу индивидуальную консультацию. Уважением Света. А что я могу сказать? Если после видео вам нужна будет консультация, напишите мне еще раз на почту, и мы с вами договоримся о консультации. У меня сейчас есть свободное время для этого. А вообще, что я хочу сказать? Конечно, я так очень объемно все это ужать в 15-20 минут в видео не могу. Письмо длинное, и я, в принципе, по ходу вам объясняла, что с ним происходит. Это просто такой психотип личности, с которым вы раньше не встречались. Да, вот он вот такой. На данный момент этой острой ситуации вам остается только ждать, ждать, когда изменится. Его настроение изменится, он вернется в норму, но только когда в социуме, в обществе его работа лучше станет. Вот эта корона история вся прекратится, короче говоря, вы уже сможете, короче говоря, у него какие-то подвижки пойдут, позитивные. Да, он вернется в норму и будет общаться. Письмо, кстати, давно было написано. В конце июня, может быть, у вас получится возможность с ним встретиться в августе месяце, если вы из России. Ну, допустим, да. Дальше. По поводу поведения с ним, реакций. Ждать. Если он вам дорог, и я здесь не вижу особо, может, кто-то засомневающийся начнет писать, что, да, у него там баба другая. Нет. Это мужчина, который реально нормально себя вел, никаких поводов сомневаться в себе не давал, но со слабой психикой. В плане слабой. У него нет уверенности в себе, у него низкая самооценка. Он занимается, скажем так, самобичеванием отчасти. И вам надо понимать, что вот вы переждете, а человек таким и останется. Вы должны понять, насколько вам комфортно такого мужчину рядом иметь. Но, когда вы начнете, например, вместе жить, поженитесь, и у вас начнется семейное отношение, так как у него есть к вам чувство любовь, очень возможно, что его поведение изменится. Вы ему покажете, во-первых, тем, что вы рядом, уверенности в себе придадите, то, что вы его не бросите, не кинете у него тоже с этим проблемы, кстати, есть, тоже с детства. Короче говоря, когда вы будете рядом, он может успокоиться, и вы ему будете показывать своим примером, общению с детьми вашими, что надо доверять, надо общаться, надо выговаривать проблемы. То есть ваша схема поведения по жизни, которая идет, он просто увидит пример того, как еще можно. Возможно, когда вы просите, и вы не будете настаивать, давить на него, делай как я, или я вот так. Вы просто говорите, ко мне надо подходить и говорить свои проблемы, там, по работе или где-то, и говори как хочешь, общайся с людьми, то есть твоя модель поведения. Но со мной надо говорить в лицо, допустим, да? Вы его просто этим постепенно научите общаться так, как вам удобно с вами, и это перенесется на другие сферы его жизни. Он начнет по-другому, сможет поменять свою схему, модель поведения. Что касаемо депрессивных настроений, вообще бы, если бы мне на консультацию пришел такой человек, я бы советовала ему и вообще провела бы тест на депрессию. Он есть в онлайн-варианте, посмотрите, на турецком языке они есть, и на русском. Просто тест на уровень депрессии напишите, даже без автора, просто в гугле бейте. На всех языках мира это везде все есть. Онлайн можно пройти там 20 или сколько-то, 22 ли вопроса, и просто хотя бы примерно понять, в депрессии находится человек или нет. Каждый для себя это может сделать, если у вас есть. Есть какие-то склонности к этому. Вообще себя проверить. Ты чего? Больше поди. Вот. Я бы посмотрела его уровень депрессии. Скорее всего, у него либо депрессия на самом низком уровне, либо, скорее всего, ее нет. Просто у него такая, ну, короче, схема поведения такая по жизни вот такой человек. Но изменить это можно. Если он захочет, он может изменить. Ничего страшного, криминального в этом не вижу. Просто вы раньше с таким не сталкивались, с этим не общались. Плюс еще, что вас держит к этому мужчине, потому что вы много-много лет жили без любви, без тепла, заботы, что вы говорили, мужа не любили, с ним у вас не было такого контакта. Тепло, именно чувство влюбленности. Вас это держит. Хотя, если бы этой влюбленности не было, возможно, вы бы уже давно с ним расстались, прервали отношения, потому что вот эти игрища все и ждать, когда он там депрессию свою переживет, это тоже мало кому приятно, интересно и тратить на это время. Вас пока держит ваша влюбленность. Ну, собственно, ничего страшного тут такого не произошло, да, плохо. Сейчас я думаю, что это будет потихоньку разрешаться, потому что туристы потихоньку поехали в Анталию. Понимайте его, ждите, когда это все закончится, поддерживайте. Пытайтесь себе напоминать, пишите какие-то сообщения. Ну, главное, это встреча будет ваша, которая может, например, произойти в августе месяце где-то. Я бы такое вам порекомендовала на основе вот этого письма. Но вообще, честно скажу, вот по-человечески, вам надо смотреть в себе проблемы, почему вы готовы ждать и терпеть мужчину такого, и почему вы ждали, терпели, боялись с какой-то точки зрения развода со своим бывшим мужем столько лет, как бы, ну, по факту не состояли в отношениях, а развод подавали так поздно, да. То есть у вас тоже свой пунктик. Вы нашли того человека, опять вас повторяет оцикличность, я вам намекну, что кого-то надо ждать, с чем-то соглашаться, что-то терпеть, понимаете. Я вам так намекаю, что у вас отношения все-таки другой человек, другая сторона. А суть-то остается все равно та же, как у вас было с прошлым мужем. Что вы думаете? Пишите девочке комментарии ваши, она ей написала, что она ждет советов, как себя вести в этой ситуации. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.